Мне нужна инструкция, как делать очки из проволоки. У меня почти получилось. Пока вяжет семью, Паша пройдется и грунт. По-моему, это последняя глава, насколько я помню. Так что можно считать, что да. Мы отправляемся дальше. Вот ворона украла у нас фенечку. Будем пытаться ее забрать. Что за история? Вот этого я уже, кстати, не видел. Пришел какой-то мэр. Что-то машет ручками своими. Типа, давайте проваливайтесь. У нас толчатся вот такие вот ужасные очки. Что я не умею делать очки. Паша, посрепите. Наши шеи. Ой. Ты она не поцарапала? Нет. У нас все. Так. Так. Каково иметь власть над Ярни, расскажи, Паша. Я так не знаю. Так ты же управляешь. Вы его вяжете. Вяжете его. Ты Ярни командуешь. Я сгорела вот каково. Точно. Очки крепятся внутри глаз. Нет. Очки крепятся под глазами вот здесь. Примерно где я вот эти вот слезные железы. Анатомия Ярни. Анатомия Ярни. Слышите, Ярни бред. Связать не с чем, кстати. Да я умею вязать. Могла бы связать какую-нибудь шапочку. Но здесь нет крючечка, по сожалению. Да уж я... Ну уж я как раз за собой под кожей. Конечно, ты видишь, где у него уши. Вот попробуй дотянись до туда просто. Нет, ну мы можем сделать вот так. Знаешь, мне все больше и больше это все напоминает шоу этой кулинарной Юлии Лысоцкой. Я не смотрела. Я не знаю. Я знаю только что... Вот он будет вот так на сердечке, короче, на голове вот сейчас. Я не знаю. 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 Но я боюсь, что монокль тоже будет вопиваться где-то в глаз, чтобы держаться. Поэтому воздержимся без монокля. Сяжите кардиган. То есть сделать из него то, чем он являлся раньше. Хорошая попытка, но нет. В очки втыкаются. Очень смешный чатик, кстати. Так. Бочкой плыть предлагают. Бочкой не хочет плыть. Бочкой не хочет плыть. Я попробую. Поэтому ярные очки втыкаются в слезные железы. Да. Потому что он все время плачет. Такие очки на Академии, которые втыкаются в железы. Чтобы он тоже страдал. Чувство, когда ты понял, что всю жизнь неправильно носил очки, да. Предлагает связать носочки, чтобы ноги не развязывались. На самом деле мы уже решили проблему. Покажи. Лили, мы решили проблему. Покажи. Покажи. Мы завязали на шнурки. Да, очень просто. То есть мы завязываем вот здесь. Покажи. Мы завязываем вот здесь вот отдельно вот такой шнурочек. И потом уже отсюда идем обматывать. То есть вот этот вот маленький узелок он не дает дальше разматываться. Хватит. Ну что ты? Ну вот зачем ты ее убрал? Она... Да. Она тут рядом где-то. Может, если она будет опираться на руки вот так назад. Смотри. Да. Нет. Го. Сиди. Так. Так. Го. Вот. Складку сделаем. Складку сделаем. Что пьет Полина? Ребята, могу показать. Я пью воду. Так. Так. Свяжите в ярный рот, чтобы он мог поведать нам о своей боли. Вот поэтому рта у него нет. У нас слезные железы. Слезные железы есть, да. Может, сделать ему капельки снять вот так. Оп. Оп. Слезку так. Уп. 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 Оп. Слезочки. Так. Так. Уп. 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 Прокола глаз и череп в 6-ти местах. Нет, ребята, только вы видели, как я прокал в 6-ти местах. На самом деле, гораздо больше проколов. Так. Паша сзади сидит, играет. А почему сзади? Я не сзади, я рядом сидел. Вот смотрите, могу его потрогать. Да. Я не вязаный. Так. Уярный финанс. Финская подружка. Вообще финская. Я не поняла. Тут вроде нет никаких финских подружек. Да. Игра все больше стала похожа на ее. Кукла Вуду готова. У нас только пока одна кукла Вуду готова. Это вот эта вот. Ножницы у меня. Ага. Держи. Спасибо. Скальпель. Зажим. Смотрите, мы уже сделали еще одного ярни почти. Этот уже сделан с учетом предыдущих наших ошибок. Да. Уже четко измеряли лазерной рулеткой. Мы уже знаем правильные параметры. Стоит ли покупать новый XCOM 2? Да. Стоит, если вы до сих пор почему-то его не купили. Так. Ярни из ярного, он привык к боли. Да. Ернита. А, они назвали, и Захар назвал вот эту девочку ернитой, потому что она похожа на... А, меня сажали тараканы. Фу, тут есть тараканы. И они могут тебя сажать. Ооо, я чувствую себя как Бирилева. Ты знаешь эту историю, как вот рассказывал Захар, не знаете, нет, когда ему в ухо заполз таракан? Да, рассказывал. Да, вот это омерзительно. Вот мне кажется, у него вот так вот дома. Гадко. Фу. Захар, мой у тебя дома. Ой, там мужчина ещё исчез. Да, он убежит. Там был... Это сосед, это знаменитый сосед, который там собаку, по-моему, собирался убить или убивал. Там было в крови всё, я помню, на лисичной клетке. В общем, кошмар какой-то. Новости из Бирилева Западной. Нет, на самом деле человек пытается избавиться от тараканов. Захар пишет, когда твои кишки будут висеть по всему лесу, я разрешу тебе умереть. Это точно из них Бирилева Западной. Так. Почему, если ярный сгорает в послоте, нитка, которая за ним тянется, не плавится? Раз она должна плавиться в послоте? Всё, минус балл, нереалистичная. Да? Ну, зачем вы это сказали? Да. А теперь будет вместе десятки девятка стоять в игромоне. Кошмар какой-то. Мы уже написали текст. И он уже опубликован? В Крайском номере, да, он пошёл? Нет, на сайте. А, ну, на сайте это не считается. Считается. Всё считается. Всех вас считаем. Чувак пишет, что ему тоже отцу Буха заполз таракан, и даже в газете об этом писали. Но о нас писали об этом в Твиттере. Ты с Джастин, да, моему отцу заполз в таракан. Лучше не знаешь, что таракан могут взяться. Я не хочу это видеть, я их так не люблю. Они гадкие. Но при этом они усилили. Двоюродного брата в Буха двуххвостка заползла. О, да, это вышаг. А это что? Это как вообще? Что такое двуххвостка? Может, я просто не сталкивалась с этим? Погугли, пожалуйста. Нет, нет, нет. Давайте я не сейчас это буду делать, потому что я чувствую, что-то очень гадкое, да, наверное? Какая-нибудь тараканожка, да? Да. Надеюсь, он жил в Таиланде и наслаждался жизнью в это время. Съел ее потом. Да. Пришмокает. Сначала пожарил, потом съел. А еще оса ухо кусала. Кошмар. Может, у тебя проклятое ухо какое-нибудь? Может, у нас есть, смотри, Захар, у нас есть кукла в воду, ернита. Мы можем как-то наколдовать, чтобы тебе больше никто с твоим ухом ничего плохого не делал. Видишь, тут бантик, будем считать, что это твое ушко заговоренное. И оно хорошее. Что ты не дышал? Шел экстрасенсов. Да. Зачем таракан едят вязаного человечка? Ну, это олицетворение добра и зла. А что за таракан здесь недобро растворяет? Я говорю, здесь таракан растворяет недобро. Они, кстати, боятся света включенного, мне кажется. Они, на самом деле, ничего не боятся. Ну, на самом деле, да. У них нету просто страха. Будет атомная война, и вы умрете, а они нет. Спрашивают, Захар, ты за случаем еду не складываешь по вечерам? Кстати, возможно, да, может, у тебя уши просто сладкие, все туда как бы лез, там, ос, там, всякие, там, скалопенки. Спрашивают, а выползли таракан обратно. Классно. Реально. Нет, они в гости пришли. Да, да, у него таракана в голове теперь, да. К его тараканам пришел просто. Эксквизив ли это на приставку? Нет. Это не эксквизив. Так что, если вы хотите поиграть на ПК, поиграйте на ПК. Ну, через Origin, да. Если бы Яр не озвучил, у него должен быть голос Яны. Кстати, возможно, такой. Спокойный такой. Типа, ну да, меня убивает, что поделать. Сразу у меня души. Вот и смерть моя. Да. Ухо Захара. Сладенькие ушки. Знакомый ехал, да, 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 сладкие уши Захара. Знакомый ехал на мотоцикле без каски. Ему в рот оса залетела, язык укусила, он неделю разговаривать не мог. Ну, уже скачь. На самом деле, с другой стороны, хорошо, что не пчела, потому что пчела, она может жало оставить в ткани. И воспалиться может сильнее. Теперь в шлеме будет кататься. Кроулер 8998 тебе тоже привет. Сахарные ушки Захара. Что у нас теперь есть? Ник? Нет, пока еще, но я чувствую, скоро может появиться, да. Сладкие ушки. Бочарова. Приятно, что кто-то меня рад видеть. Ура! Прошло больше 6 стримов, хоть кто-то на кресле создал рад меня видеть. Они привыкли. Заскакивают. Агрессивный, позитивный стрим. Вот такие. Да. Что еще можно сделать из уменьшився нас? Бомбаса. Слушай, мы творить штуки можно сделать, ни петли бочку. Мы можем сделать, из старого кубика мы можем сделать, смотри, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Одежду. У тебя будет жить в коробке. Всё-всё-всё-всё-всё. Лезем, лезем. Лезем, лезем. Лезем, лезем. Лезем. Женщина у нас обед. У нас обед. Мы можем сделать одежду, смотрите. Одежда из... Я невероятно креативная, прям просто балдею от того, как я креативна. Почему Яр не умирает от удара током? Он от всего умирает. Да, он очень ненадежный. Несмотря на то, что он, казалось бы, сделан просто из ниток, но вот... Так, как вы ноги вязали, чтобы не торчало проволоку? Ооо, это было сложно, кстати. Это было сложно. Так, Стокгольский синдром шутят люди про Ярни. По-моему, про нас. До нас три. Так, что еще заползало ухо Захара, не знаю. Ваши лживые комплименты заползали. Да. Если заземлить нитку, то кто к ней будет бить Ярни? Как это с ушами поступало? Я их обматывала так же, как и лапки вот эти вот. А, я понял. То есть я отрезала кусочек, да, и так заматывала. Потом уже поверх, чтобы они добрались. Тут плохо видно, но у нее одежда в стиле Unravel. Смотри, как я сделала. Я забрендировала. Забрендировала. Так. Галстуки я уже пыталась сделать, и я поняла, что у меня, во-первых, недостаточно инструментов в плане ткани. И во-вторых, я не умею делать галстук. Позорище. Не умею. Что лучше, Kirby или Unravel? Слушайте, вот это вот подлый вопрос. Потому что Unravel есть на тех платформах, где нет Kirby. А Kirby нет на тех платформах, где есть Unravel. Ну, короче, они взаимосключающие. Они, по сути, друг с другом не конкурируют. То есть Kirby есть только на Wii U, на 3DS, на старых консолях от Nintendo. А Unravel есть на всех остальных консолях. Хм... Сложный выбор. Ну... Я пробовала... Не знаю. В Kirby я, на самом деле, не так много играла. В основном был такой Kirby Epic Yarn. Там нужно было играть вдвоём, и она была достаточно сложной. То есть сначала она была очень скучной, а потом она стала достаточно сложной. И всё равно скучной. Но Yarn пока выглядит... Не знаю. Пожалуй, поинтереснее. Тут интереснее загадка, сами по себе. Незюни. Вought-у Юбики открыли 2-е бету The Division на 19, 21 февраля, кстати. Да, отлично. Такой без энтузиазма. Это прекрасно. Ну... Я увлечён в данном случае жизнью ярностью. Мне кажется, важнее. Уух això! Спрашивают, кто это такое... Кажется! Ну, в смысле мне спрашивают, что это бета. Нет, не бета полна грамм. вышла это сегодня даже даже вчера но всегда восьмого здесь региона сколько еще будет идти стрима сейчас янда делает и вы можете идти разыграет его среди мы должны тогда же доиграть последний я сначала сфотографировать что лучше брейд или андрей мне брейд честно для вообще не понравился он очень стильный сделан очень красивый сон так очень грустная история но блин он мне дико бессилу вот эти вот загадки уже постоянно отматывать время миссия казалось что что-то делал не так на самом деле логика игры меня она ваш для что уж я пытаюсь замотать ухо да это играет это замороченный ну что у меня побыстрее получится добить объем если я смотрю стримы игромании мне нравится я нормальный человек вполне в смысле я не ставлю диагнозы по одной фразе но ты молодец что ты задонатил на канал вот это можно сказать так замотаем ухо получше да спасибо капитан за сладкие ушки чтобы не замолзали поясняет захар в андреевом сюжетом так же плохо как в лимбо нет то сюжет более понятный да он более жизненные, просто от лица персонажа рассказывается вполне человеческое, точнее, человеческие переживания. Кто-то добавил в него записи пляжных книг. Что там? Не знаю, я думаю. Сплываю, на Тифайке там сплываю. Ян, тебе надо работать, пока все дома будешь в них там очень умел в пушках участвовать. Без того, что Рактор управлялся в Един Россия. Должна была пошутить, но нет. Ян, ждешь ли ты нового мира в Стрэндж? Нет. Следующий вопрос. Как вы относитесь к серии Хэйла? Хорошо. Нет. Ну, интересно. Ну, я знаю, что Дэйс не... Как тебе? Вполне нормально, уважаю, люблю. Ну, играет в другую. Играл в первой части, потом чувствую. Во-первых, Макси или... Ну, пока. Я понял, 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 я все понял. Более целых 804 человек. Я считаю, это успех. На 804 ярнее. Так, ну, я почти все, кстати. Да-да-да. Так что, скоро закончим. Так, все. Сделайте игру потише, пожалуйста. Ну, там, видимо, дождь мешает. Еще тише. Отличный вопрос. А Паша ушел из GameStv или там и там прибывает? Да, он раздвоение такое. Да, клонировался. Ага. Как вам, кстати, Child of Light? Мне не очень понравилось. Очень странное смешение стилей. То есть, как бы, платформеры и пошаговые бои. Потому что выглядит все достаточно детским. История достаточно детская. А бои такие, что там мамы не горю бывают. Мамы не справятся. Да, поэтому... Ну, так себе. Визуально симпатично, но играть в это долго очень сложно. Ну, скучно просто. Да, реально. Так. Аутизм. Так, так, так. Вот, цепляйся за верхнюю. Да, я говорила, что никому он, Рейбл, не нужен, кроме меня. Это правда. Я такое писала. Я, по-моему, не говорила. Я писала об этом в чатике нашем секретном чатике. В секретном чатике. Да. Господи, этих чатиков... Секретный чатик Unravel. Чатиков секретных столько, и такие странные люди там сидят. Это наш спашный секретный чатик. У нас спаш только один чатик, где мы есть вдвоем оба. Unravel чатик. Сложный ли Гранд Рейбл? Не очень. Но местами, да. Но местами, разумеется, да, там. Потому что головоломки, и... Я так понимаю, на тайминг, да, тут очень много. У меня реакцию есть. Да, я понимаю, тут... Задачи. Но при этом она достаточно медитативная в плане того, что... Ну... Короче, вот ему в голову можно туда спрятать что-нибудь. Да, да, да. Да, и будет заначка. Ага, кто-то, кто-то, кто-то... Сейчас мы доделали ярд. Да, я почти сделал. Покажи, кстати. Иди сюда, Захар. Иди сюда. По машинушке что? Что? Айлас ярд, с проволокой. Как тебе? По-моему, урод. Видно? Видно, ты мне. Ну, теперь видно, да. Нет, он ничего. Сделали брендированный. Ну да, не так плохо, как я бы боялась. Да, он в камере выглядит намного более уроднее. Он просто не фотогенчен. Разыграйте его. Самовыводом. Видишь, что он брендированный. Да даже глаз не такой уж урод. Ну вообще просто. А, по-моему, смотри, какой красавец получается у нас второй. Покажи я. Надо сделать голосовалку на стриме. Что произойдет быстрее. Для вяжущей ярни или для третья холпа. У нее просто много любви. Ну да. Надо посадить его обратно. В тюрьму. Это она. Убийцы затирающие. Это ернита. Это ернита. Заговоренная на сладкие ушко. Убийцы ярни, убийцы ярни. Да. Вы смотрите, посмотрите, что связали. Мне лучше было, чтобы она не рождалась в области. Я пытался это предотвратить. Я шучу. Он на самом деле няшит. Это вообще стрим был затеянный ради того, что вы посмотрели, как Полина и Ян вяжут. Да. Не шутят. Не вяжут. Не шутят. Не шутят. А что еще? Спрашивают про Максима. Где Максим Макаренко? Я не знаю этого человека. Это ваш сын? Он потерялся? Да, да, да. Что-то не так. Можно один из пользователей чата. Где Максим Макаренко? Где Максим? Давно не было. Я Максим Млеш. Привет, я Максим. Вы меня не искали, да? Да, да, да. А что такое NSUNS4? Игра, между прочим, почти пройдена. Что такое NSUNS4? NSUNS4. NSUNS, 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 baby, NSUNS, NSUNS. Видно, Захар с отпуска позитив. Смотри, тут драка. Все серьезно. О, там дата вообще. Я прям смотрю. Подрался. Все. И тараканы, тараканы аккуратнее. Они прям под тумбочкой. У нас свет. Свет спасет. Нифига себе ящик. Ящик длиннее, чем тумбочка. Ты заметил, да? Часть уходит к соседям просто. Я Максиму, я нашелся. Да, да, да. Все, отлично. Вот, вот парень. Вот Максим Макаренко. Он нашелся. Все, окей. Спасибо, спасибо, что отозвался, бро. Наруто Ultimate Ninja Storm 4 спрашивает. Ой, ты господи. А я знаю... Ты же играл в такое. О, супер смеш брос, это не такое. Вот. Ну, сколько еще Захар будет? В отпуске? Да, такой типа, ну я тут всегда стою, когда в отпуске. Да, да, смотрю на диване. Наруто, я слышу, что Наруто это круто. Хорошо срифовал. Да, чувство, как я тебя зовут. Да, да, да. Вас ожидает выходистая цель. Вас ожидает выходистая цель. Вас ожидает на 3 микромании. Пройдите. Тебе конец, мы уже поднимаемся, да? Пройдите на кассу 5, срочно. Пройдите на диванчик. Да, да. Вас связали табуретку, Ярни? Я же написал, вяжите маленькую табуретку после петли. Не, ну... Да, может еще маленькую одну связать, да? Свяжите мы. Устроим бенефис в конце, поиграем в Декаданс. Говорю, тебе конец, мы уже поднимаемся. Я на первом живу, мы уже спускаемся. У меня такой же шар, как у Захара. Все, дуэли. Продок плейсмент. Дуэли, кто выиграет. Мы на эту тему шутили, что нет, у тебя уже нет такого. Все, тихо, тихо. Сейчас припев будет, сейчас припев будет. Это концовка? Наверное. Хочешь себя сжечь? Охрененно, у нас трим зашел вообще, да? Посмотрите концовку игры, которую я хотел поиграть. Он сожжет себя, нет? Нет. Это его ребен... Нет, это пауз. Он зашел потерянную фенечку. Ну, так это не финал, это не финал еще. Ну, по идее, это последняя фенечка. Да? По-моему, да. Ой. Да нет, он стоит, сколько еще места наоборот. Да, да, да. Антон сказал мне, что это половина игры. А, да? Ну, хорошо. Какой Антон? Он назвал его Антоном просто. Антон Макаренко сказал, что это половина игры. Максим Макаренко. Антон Максимович. Мирный расследующий Кэтрикс, будет поддержка ВГ? VR. А, здрасте, УГ будет поддержка. Будет, наверное, или нет? Какая разница? Кто мы такие, чтобы говорить об этом? Нет, там было бы в тему. Там было бы в тему. Если будет интерьер-трейлеры, то может, да, и будет поддержка. Что вы знаете о новом обновлении Hearthstone? Я ничего не знаю. Вы знаете? Нет. Нет, ничего не знаю. Да там тип ведут, как в Magic the Gathering. Не во вся карта, можно быть, сразу же играть. Артоваст в отпуске. Вот уже спрашивали сто раз. Но я еще не отвечал. А, ну да, все точно. А, вот, еще, да, появились еще картины. Игра за 2К на 4 часа по пафе от орденов 1886. Кстати, правда, даже графон хороший. И стекла не бьются от выстрелов, потому что выстрелов нет. Я не знаю, проходили ли люди. А, ну ладно, наверное, не все прошли орден, поэтому я не буду шутить. А, скажем так, я из-за одной графической недоработки думал, что я поймал спойлер в трейлере сюжетном. То есть там был сюжетный трейлер, и я выходил еще с коллегами и говорил, о, господи, там так круто завернули, мне кажется, я догадываюсь, о чем они. А потом оказалось, что сюжет полный. Полное разочарование. Полный провал, да. Так. Вязать ярни мы не бросим. Один, восемь, восемь, шесть. Да, не восемь, восемь, шесть. Так. Ярни, стреляй. Кстати, да, стреляй. Че ты не стреляешь? В смысле стреляй? У нас был прикол такой. Если я начну стрелять. Блядь, да, да, да. А че был прикол? Какой прикол? У нас были трансляции на Канобу, чувак играл в World of Tanks, и мы все говорили, ну давай, ну стреляй там, или че ты не стреляешь? И он после этого ко всем подходил, там кто-нибудь играет во что-нибудь, типа вот, ну стреляй, давай, ну че ты, да, там, знаешь, даракана полз, че ты не стреляешь? У него моральная травма теперь у вашего парня. Да. На Канобу работал. Я не могу рассказать. Вы разрываете меня между Unravel, новой сезон секретных материалов. Чуваки, новой сезон секретных материалов. Че мы разрываем его? Телевизор мы ему разрываем. А, разрываете меня между, все, нет. А, скачай потом с торрентов, как его, секретные материалы. Сериал, он нормально качает с торрентов. У нас официально реклама шла в метро ТВ3, эй. Хорошо, смотрите на ТВ3. Скачайте одну серию с торрентов, а потом смотрите на ТВ3. И смотрите ее на ТВ3. Они, может, тоже скачали. Или с утра повтор. Купите газету. На самом деле, честно скажу, разочарование огромное. Я дико любил в детстве секретные материалы, но там такой бред. А я дико не любил, и мне понравилось. Ну, в смысле, я не смотрел никогда секретные материалы, и сейчас мне нравится то, что я ищу. Гороче, раньше был не такой бред. Но наш стрим, наверное, лучше. Я не могу его посмотреть со стороны. По крайней мере, здесь нет инопланетян. И людей, которые имитируют инопланетян, или женщины с дырками в животе. А нет, есть женщины с дырками в животе. 80% женщин имитируют, да, женщины? Имитируют инопланетян. Фуу. Какая глупость, что происходит? 80% инопланетян имитируют женщин. 80% инопланетян имитируют женщин от XCOM просто. XCOM 2. Кошмар. Первая серия трэш. Смотрите, ситуация такая. Первая серия норм, вторая серия хорошая, третья серия стран. Кстати, насчет инопланетян-имитирующей женщины, я читала недавно книгу, где, ну, про войну будущего, и там, значит, роботы-дроиды, которые смертельные, они имитировали детей. И была фишка в том, что, ну, вот он... Они, наверное, на форумах постили гадости в комментариях. Ну, давайте. И не поднималась рука убить ребенка, потому что было непонятно, это настоящий ребенок или нет. А после этого, после вот таких историй твоих в МАСК-ФМ появляются люди, которых интересуют вопросы из серии. А если роботы будут похожи на людей, то как их убивать? Это же не гуманно и так далее. Ну, вот у нас, например, Ярни похож на человечка немножко, ну, и что? Это же не вещает? Нет, второй Ярни, кстати, получается, нормальный. Ты тоже самое говорил про первого. Ярни, я не отказываюсь от своих слов. Так, XCOM 4 имитация. Так, ага. Вы еще стримите, звучит как будто бы осуждение, да, типа... Стримишь не вася. Да, 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 да. Так. Где они взяли куричка? Кстати, по-моему, там его нет, он же актер умный, нет? Где? Да, есть? Материалы? Да, есть? Я же не знаю, кто был. Я не знаю, кто был, я не смотрел. Я просто, я не помню, ну, я не буду говорить, реально, я просто не помню. Так. В первых серых смешариков была ссылка на Штирлица. Нормально. Гаврили, как говорили, Гаврили, как говорили. Узнавай каждый день что-то новое просто. Да, 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 о секретах материалов, короче, говорили. Теперь пришли на Штирлица и смешариков. Каркар и улетел. Я уже вернулся из отпуска Влад... Владислав? Владислав Бум. Я уже вернулся из отпуска Владислав сделал Бум. Но он был офигенный, но он же был офигенный. Да, был хороший, хороший. Главный герой Скиннер, да. Ну, и он лысый, да, такой же, по-хорошему. На стреме игромане был связан на Норил 2. Да, 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 да. Это хорошо. Я, куда попасть? Я, куда попасть? Новое приключение с мешарикой в 3D так себе, а новые секретные нормальные. Не знаю, не очень. Я верю. Я просто посмотрела и сидела просто пол... Я даже не смотрела первую серию, я сидела с фейс-паун, так я думала, господи, какой бред. А был секретный материал или смешарики? А смешариков я не смотрела, стоит попробовать, кстати. Не. Какой из ярней станет участником игромане утром? Завтра два ярней проведут игромане. А, кстати, да, посадите его рядом с этим, у меня с маленького, там, болтыша, можно посадить. Болтыша? Ну, они болтают башками, а он... Болтыш. Что? Что смешного? Болтыш-латыш. Как относится к сериалу «Шерлок», я его обожаю. Что вы превратили? Как вы относитесь к сериалу «Шерлок»? Я очень люблю сериал «Шерлок». И «Трун Детектив» тоже классный. Я думал, что он для девочек маленьких, а потом посмотрел, и либо я ошибался, либо я маленькая девочка. Ты тоже его хочешь всегда как «Камбербэтч». Не-не-не, но он, конечно, супер харизматичный чел, но он похож на выдру, я совершенно не забыли. Ты тоже смотрел эти ролики, да, офигенный блин? Да, скидительный есть ролик, погублите, в интернете есть ролик, как его... «Камбербэтч». Да-да, делает лицо, как у выдра. «Looks like otter». Да-да-да, делает лицо, как у выдра, на разных фотографиях его заставляет. Захар, готовить умеешь яичницу в совершенстве готовлю? Нет. Просто, еще вытряхиваю тарраканов из уха за... За три миллисекунды. Хватит, да, ну вот только вот это шит, это мерзкая тема. «Американская история преступления», шикарное кино. Ну, не знаю, не смотрела. Так, еще классный «Фарго», кстати, оба сезона офигенные. Прям сразу говорю, да. Слушай, не гони на смешарики, кто бы ты там не был. Слышь, у него муж с детства прошло на это. Я тоже, я сомневался почти всех смешариков перед музыкалкой в детстве. Господи, Иисусе. Да, и нормально было. А, какие старые? Да. А я, типа, в школу ходил, когда они в первый раз показывали. Космар вообще. Фу, ну зачем гадости такие пишут, да, в чат? Да, зачем пишут гадости, что Полина хочет Шерлока? Там не это, там дальше. Я поэтому и прочел на любой комментарии, Полина. Настоящий детектив всем рекомендую. Второй сезон, да, слабее, кстати, я второй сезон начала смотреть и... А он нормас. Еее, осталось глаза сделать. Так, смотрите, тело сделал. Пускай он будет без глаза и погнали ей. Сейчас, у нас в Рязани, я вне с глазами. А давай, смотри, а давай мы его сделаем, смотри. Я был бы самый отручительный бог на свете просто. Тихо-тихо, а где еще одна, где еще одна? У нас же было две, эти. Да, давайте. Давайте мы просто... Без глазу пойдем ей. Нет, нет. Пожалуйста, можно? Все. Нет, не надо, ты структуру нарушаешь. Не сильно. Я просто немножко хочу... Не надо, не надо, Полина. А как ты собираешься ему уши делать? Что? Ой, уши, как эти глаза собираешься делать? Ну, давай. Что же делать? Ты все равно должен запихивать туда что-то. Да? И, скорее всего, вот эти вот штуки. Да, ну давай, нарушайся. Ой, фу, Ян запихивает червей в голову своему, я вернее. Не червей, шерсть. Белых червей. Там бабушки барьи. Белые червя, отвратите. Какие фильмы советуют посмотреть? Хорошие. Я советую посмотреть елки. Что? Все четыре штуки. Ты серьезно? За один вечер. Купите себе заранее револьверы, а потом. Слушай, мы как с Игорем посмотрели сезоны вот эти вот охоты, там, национальная охота, рыбалка, вот этот... Ух ты. Да, да, мы что-то сидели, ждали, когда нас заберут... Когда нас заберут? Милиция. Когда нас заберут на вечеринку. Вы слышали историю про то, что парень, который написал книгу, американец, написал книгу, как сохранить свой брак, убил свою жену. Ну, это же шутка. Фотографию. Нет? Нет, это не шутка. Ну, то есть он не сохранил свой брак? Нет, он сохранил свой брак, формально они не развелись. Ну, да. То есть, в целом, парень молодец. Ну, да, да. Хранил до последнего. Так держать. Сделайте ему один глаз. Я же предлагала сделать пирата, кстати. То есть, у нас просто нет черной тканишки. Да, когда Биг Босса. Да. Ну, какой из него Биг Босса? Посмотри на него. Why are we here, boss? Just a second. Как это... Если бы это был Биг Босс, ему пришлось бы одну руку не заматывать. Полин, не трогай, все нормально выглядит, говорят тебе. Я не знаю, про что. Не знаю, ничего не буду трогать, на всякий случай. Все нормально выглядит. Я ждала, пока примут, да. Это хорошо было. Это было хорошо. Маши медведи уже не та. А я закрыли, кстати, по-моему. Я вообще не... Слава богу. Я закрыли, кстати, по-моему. Но я покупал себе какой-то сыр в нарезке в магазине типа «Перекресток». Он был брендирован Машей и Медведевым, и там была VR-игра на днище. То есть, там можно скачать приложение из магазина и поиграть там. Что здесь происходит? Ребята, вас онрэвал. Я бы постримил отсюда. Мы хотим American Truck Simulator постримить. Присоединяйся к нам. В кабине места хватит для всех. В кабине места хватит для всех, говорили о ней. Как и тараканов проигрывали. Ты будешь, как и арик этого хичхайкера изображения. Когда слышите такую фразу от незнакомых людей, разворачивайтесь и бегите. Не забудьте взять полотенце с собой. Маши, Медведь, отвратительный мульт. Вот будут у вас дети, вы по-другому заговорите. Нет, кстати, он правда не очень хорош. Знаешь, почему он таит неправильный паттерн? То есть, Медведь, он самый такой нормальный и спокойный, а Маша, как человек с дефицитом внимания врождённым. Как Полина. Как с СДВГ. Нет, у меня всё нормально с тем, я тестировался. Вот. Меня проверяли, меня проверяли, как Шелдон. У меня справка есть, меня проверяли. Вот. А что тебя сподвигло? К чему? Протестироваться. Ну, в смысле, мы проходили все эти тестирования на себе, потому что... Ну, я же закончила. Ладно, 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 не будем ангрустить. Да. Ты чё-то как-то... Ты чё-то как-то не очень. Я смеюсь. Продюсер мультсериала Маша Медведь, а проверь информацию о закрытии проекта. Вот так вот. Понял. Понимаешь, прям в прямом эфире идут опровержения. Не верю. Не верю. Выйдет новый сезон, поверю. Кто-то любит сериал Flash. Окей. Звучало, как оскорбление. И тут разговор умер. Разговор умер, хорошо, в комментариях. Да, по-моему, мы берём... Мы с PlayStation, да, сейчас стримим? У Паши в руках DualShock. Ложись. Это ничего не значит. Это ничего не значит. Всем лежать. У меня одного Twitch лагает. Да, у нас не лагает ничего. Да, у нас не лагает. Нет, у нас слагало немножко. Как в руках был пистолет. И я начну стрелять. Я начну стрелять. Я что-то подозреваю. Что я подозрительный? Что-то подозрительный. Я подозреваю. Глазки делаю. Я спрятался. Скайрим начался. Что, что будет? О, смотрите, наконец-то. Как эти эмоции? Погодите. Как вы относитесь к телевидению? Да почти никак. Я была не раз на пультуре. Потребительский. Потребительский? Наплевательский. Наплевательский, да, особо. Что еще? Давайте хороший комментарий. Хороший вопрос. Я так есть хочу. Что за день такой? Как тебе такой вопрос? Не вопрос. День на самом деле отличный. У меня завтра отпуски. У-у-у. Да я вас всех ненавижу здесь. У всех отпуск. У меня нет отпуска. Всю жизнь живую. Они тоже... Да-да-да. Живую тоже. Всю жизнь живую. Жизнь кайф. Ты вдыхаешь жизнь в новое существо. Вдыхни на него. Захар, тебе ссылку кидану тебя на осьте, что его не закрывают? Да нет. Спасибо, бро. Киданите в личку там еще где-нибудь. Нет, не очень интересно. Но если прям очень хочется... На самом деле он на работе только занимается тем, что гуглит по этому вопросу. Машин-медведь. Он делает, что гуглит. Нет, на самом деле... Продюсер Машин-медведь, он только что это списал. Это просто... В кармане набрал. Да-да-да. Быстрый набор в него. Я гуглю мемы, и меня никто за это не ругает. У меня за машин работа. Никто не ругает? А мама тоже не ругает? Мама не ругает меня за мемы. Я отдельно от мамы живу, она не может меня ругать за мемы. Ну она же, наверное, знает, что ты занимаешься на работе, да? Мама знает, что ты, да, мемами целыми днями занимаешься, вычесываешь. Игра выглядит очень круто, но давать 1к за 4 часа не очень хочется. Ребят, более того, это стоит 2к. Не, на компе может стоить 1к. Ну, окей. И она дольше, кстати, 4 часов. Ну, подожди, ты не дочитала. Лучше Лару куплю, да. Купил лучше Лару. Лара хорошая игра. Я не буду Лару покупать. Почему? Лару дару. Скачаешь вставант? Да не, на самом деле... Ну, естественно, нельзя. Я жду на PS4, когда он попадется в PS4. У меня PS4 плачет до 18-го года. Вот в 18-м, наверное, и дадут в декабре, да. Ну, вот тогда я и поиграю. Гот факен лак, Полина, да? Да, ну, слушай, я... Мне тут перезапислили пищу. Если бы я выбрал между Лару Крофт и Ярни, и я был бы любителем у платформеров, и приключение, я бы купил Лару Крофт и даже бы не парился. Да, прости я. Давайте сыграем в честность. Не будем уговаривать, что ли. Ярни не слушаю. Дух пираста привез из Германии. Ты должен взять пальчик и так открыть. А нет, в Германии, на самом деле, вы даже не скачаете торт ниоткуда. Ну, в смысле, если скачаете, то к вам приедут. Там все равно их строже. И вообще, я против Гражды, у меня все консоли лицензионные. Мы сейчас птичку спасем. И все игры лицензионные. Надо завтра новость в Громании утром про Машу и Медведя. Нет, нет, спасибо. Откуда знаешь, что у меня химия был любимым предмет в школе? Я думаю, что ты выглядишь как наркоман. Я думал, что у тебя химия завиха какая-нибудь. Нет, нет, нет. Я правда любил химию, она не просто давалась хорошо. Я понимал логику. То есть, мне нравится сериал Breaking Bad? Нет, сериал Breaking Bad мне не нравится. Он не аутентический, с точки зрения химии, да, наверное? Нет, он просто неприятный. Немного? Очень сильно неприятно. Когда во второй жили третий сектор, там неловкий секс старых людей. Да ладно неловкий секс старых людей, там растворяют внутренности в ванной. И она начинает протекать. Ну это не так иммерзительно. Я такой видела с СИИСА. Очень круто снега. Ой, нашли птичку. Очень крутой сюжет. Да, это же птичка. Птичка нашла. Нам сорока помогла. Мы спасли сороку, она нам помогла. И мы нашли новый значок. Что там у вас с глазами? Хотят лето. Понятно, в общем, вы не идете. Есть? Я устал. Мы накормились обещаниями. Как тебе? Давай, я вообще еще и спать делаю. Давай, Захар, пока. Слушай, тебе всего одного осталось собрать и все. Ну вот там из этих... Нет, по-моему еще один. А, в серединке еще один. Да, вот там следы как будто бы видишь. Да, но картина еще не доделана. А, ну вот один. Кстати, у картины одного кусочка не хватает. Ребята, один глаз готов. Давай второй. Еще один глаз и закончим. Да. Еще раз и промеж глаз. И разок в глаз. Да. Давайте еще какие-нибудь шуточки. Нет? Нет? Смешные, да, да. Не такие, как... Пусть Захар постримит «Бесконечное лето». Он вот ушел... Ну что такое «Бесконечное лето»? Это новелла. Да. А, то есть, если трудом звучит, звучит как книга у какого-нибудь, не знаю, Брэдбрилла. Вино за туманчику «Бесконечное лето» постримит. Такая, типа, зачитывать, что ли? Как он не развязался, пока летел? Хорошо связан был. Так. Мне в детстве мама такие же ножницы на труд давала. Вряд ли там были. Ну, и у тебя очень недавно было детство. В моем детстве не было таких красивых пластиковых. Ну, только тебе-то сколько, Полин? Давай не будем отзовочивать. Ну, я говорю, что он какой-нибудь маленький просто. Может, оно до сих пор еще не закончилось в детстве тогда? Так. Мой брат, когда в институт ездит, обычно играет в «Смерть в метро» скачать бесплатно. Что? «Смерть в метро»? Ну, какая-то, не знаю, какая-то фритоплейная игрушка. Мы в зиму переместили. Кому не хватало там в снеге, смотрите. Ой, вот, смотри, ты можешь делать твой белый... А, уже не получается. Уже нельзя. Так. Захар совсем ушел или вернется? Обязательно вернется завтра на эфир, пожалуйста, смотрите в 11 утра, громание утром. Смотрите, ставьте лайки, ретвит. Ой, тут спрашивают, что, кто делал второго, и родным и получился. Ты знаешь, что сейчас будет с тобой, чувак. У Полины на самом деле руки прямые только в одном случае, когда она банит людей. У меня все нормально с руками. Каркас был изначально такой. Ну, что ты... Ну, меня-то ты не забанишь, да? Я не знаю, какой у тебя там... Я не помню. А, нет, я помню, какой у тебя. Нет, не забанил. Нет, ты меня просто... Ну, не сможешь забанить. Да, наверное, нет, конечно. Поэтому я могу говорить все, что я хочу говорить. Ну, ты делал его, ты делал ему вот этот каркас. Да. Ну, да. Платят ли нас сверхурочные? Мне, да, но не здесь. Так, ваше ответ. Нет, я работаю за... Еду. Которую, кстати, так и не поел. Сверхурочную еду. Сверхурочную еду. Ну, что найдем, то и... Да. Так. А кто писал, интересно, вот, фразочки для бота нашего? Не ты, нет? Нет. Не очень старые фразочки. Да? Угу. Да, я может говорить все, что угодно, но от пощечины не уйдет. Разумно, разумно. Причем, заметь, с этой стороны тоже может прилить пощечину. Да. Красивая и сочная зима, но не то, что она за окном, я согласна. Повеяло советскими новогодними мультиками. Да, теперь, да не... Как он был... Это не телевидение сюда шло-то? Я сама сюда дошла на лыше. Почему не делать нового крэша? Это же издевательство. А там какая-то проблема с правами, кстати. Не помню. А вроде бы уже... Вернули все правы. Вернули, ну, можешь сделать тогда. Ну, просто, ребят, объективно, Натан Дрейк приносит денег больше, чем крэша Бонтика. Ну, честно вам скажу. Ну, это неизвестно. Так, Паша, посадься желтого снега. Кстати, возможно. Тут есть мерзости типа тараканов, не уделюсь, если есть такие же поставки. Нет, здесь такого нет. Или вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти подснежнички от собачек. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Почему я такой нерадостная? Как вы думаете, он этого нярнет? Глаза вяжет. Так, вот тут вот про торрента спрашивают. Это я сразу, ребят, извините, но... Такие вещи выясняйте, если хотите, где-нибудь в другом месте. С мамой. С мамкой, да, выясняйте такие вещи. Так. Сколько раз слышал от сотрудников игромания про детство, и не могу понять, какой временной промежуток для вас является детством. Ну, мне кажется, ли до 13, до 14, там как бы отрочиство уже. Да, до 20. Ну, ты просто до сей пор у нас... Man's Child, да. Кидал ты тебя, да, вот просто. Так. На чем играем? Можно отвечать, на чем играем. Граем в это консольная версия. Крэш не выходил больше 10 лет, конечно, меньше, чем Uncharted денег приносит. Да, чувак, именно поэтому. Так. Идея на миллион. Сделал страницы журнала съедобными. Они уже съедобные, чувак. Попробуй, давай. Попробуй. Напиши нам потом письмо, как тебе. Понравилось, нет? Да, Минус съедобный же, да? Конечно. Конечно. Я знаю, прекрасно. Ими и питаюсь. Мне кажется, имя Захар питается. Сыня под комплекцией. Так. Ой, а я знаю, кто замолчит минут на 10. Ой-ой-ой, как я знаю, кто замолчит минут на 10. Вот этот человек и замолчит на 10 минут. Так. Вы не поверите, но я его связал. Неужели? Давайте не будем обсуждать здесь пиратство. Вот, пожалуйста. Мне эта тема неинтересна. Я думаю, вам тоже, в общем-то, не сильно. Первые 40 лет детства для мужчины самые тяжелые, говорить шуткарь. Ну, в общем-то, да. Выпустят ли игру на мобильной платформе? Она вряд ли, мне кажется. Хотя, облегченная версия, ну, черт знает. Нет, Electronic Arts пытается все по максимуму монетизировать. Например, те же The Sims сейчас приносят больше денег в виде мобильной версии. Может быть. Ну, если и сделают, то это будет, мне кажется, совсем другое ярмин, не то, что сейчас. Не то, что сейчас. Ждем ли мы Pokemon Go? Я нет, а вы? Да. Да? Только его и ждешь? Или ты серьезно? Да, мне интересно. Да, ты что, это же как NGRS, только для нормальных людей. NGRS, и для нормальных людей. Плаш, если сейчас окажется, что ты играешь в NGRS, то, ну, после стрима тебя ждет боль. Кто меня ждет? Я тебя... Оптимизация игры хорошая, но мне в очень древнем железе идет на максимальных настройках, причем картинка отличная. Это же Ярн. Да. Если вы про Ярн. Взрослых нет, есть постаревшие дети, лысые, больные, седые, мальчишки. А, да, это цитата чего-то. Девушки не имеют самой иронии. Девушки имеют самой иронии, девушки не любят хамство. Так, как вы попали в игровую журналистику? Я никак не попадала. Я до сих пор надеюсь, что я не в ней. А вы как и попали, друзья. Друзья. Я не журналист. Ты тоже, ну, ты имеешь дело с этим тестом. Вот, вот, менеджер. Он их менеджер. Менеджер. Он просто стал ими управлять. Вот так он попал. Вопросов нет вообще. Господи, там что-то с хрустом так провалилось. Да, вот здесь он? Да, 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 когда я ему глаз вставлял. Ты понимаешь? Это как серьезный проток попал. Нет, нет, там так захрустело, я аж чуть с ней не обделался. Все, все, можно заканчивать. Смотрите, пацаны. Это его мамка, я поняла. Это его мамка. Вот, давай. Где, где, где? Вот у нас камера. Давай это уберем. Он у меня все равно неустойчивый. Они неустойчивые и есть. У них все равно уже. Они же не сильные. Вот. Это вот. Ты прошу помощи. Это сын, а это мама. Держи его, держи. Ярни и ернита. Ну, видишь, на в очках она учительница. Вот так. Вот такие красавцы у нас получились. Можно показать, что. Давай покажем еще на основной камере. Ой, она, кстати, хорошо приклеилась. Паттеры у нас. Смотрите, как с игрой вообще соотносится. Нормально. Приколь, слушай, да. Даже мой с игрой соотносится более-менее. Вот. Можно еще это еще лучше покажем. Так вот. Как? Ну, сочнее мы, да, перевернем уход. Нет. Нет, такие вот. Ер сын и ер отец. Это девочка. У нее бантик. Ее щечки. Там проглядывает у меня проволока все равно. Она везде проглядывает, смотри. Мотка еще много ты можешь намотать. Еще целую кучу. А, я провалился. Так, ладно. Давайте поменяем обратно. Тут скотку можно сделать. На мой прекрасный маникюр. Ну, а что? Все, давайте уже кушать. Девять вечера почти. Ерги тоже повидал за свою жизнь некоторое дерьмо. Ребят, да. Например, стрим по игромании. Например, ваши комментарии. Я недавно пришел, вы реально их сами сшили. Да, мы их сами смотали все. Да, если слово ярни, какое-то значение сократит смысл. Да, ярн по-английски это моток шерсти, моток пряжи. Да, вот, пожалуйста. Получилось красиво. Бедная мать отожжена-детина. Симпатичные. Яна круче. Вы не поверите, это тоже делал Ян. Так что, что там круче? Вопрос. Просто он совершенствует свой навык. Так, бом-бом-бом. Ваше мнение об игре. Отличная игра. Я хочу себе ее взять, но я, наверное, распродажу. Я до сих пор не поиграл. Ты можешь с этой поиграть штукой. У-у-у-у. На самом деле, прикольная штука достаточно. Реально прикольно джать рука. Приятненько такая. Тыщ. Тыщ. Ой, вот это что такое. Не надо. Не надо здесь такого. Супер смейш-бро. Очки. Все, она сняла очки. Она может бить по глазам. Сложно собирать было. На самом деле, это не то, чтобы сложно. Это просто нужно правильно рассчитать пропорции фигурки. И сложнее всего это обмотка шерсти, потому что оно не очень равномерно получается. Так. Зачем нужна Вита? На Вита можно стримить игры с PlayStation 4. Очень удобно, если это какая-то, ну, не сильная экшен-игра. Вот как раз, мне кажется, вот эту вот игру можно без проблем играть на Вите. Можно уйти в большой бизнес по вязанию. Можно. Можно не уходить. Что будет, если засунуть ножки в розетку? Ха-а-а. Что будет, я не знаю. Чьи ваши? Нет, ножки вот этих вот сучучек. Наших ярмаков. Если бы очень долго не ели, какое блюдо выбрали бы, когда смогли бы съесть, да любое, если бы там съедобное, что-то, что угодно. Даже чизбургер. Хамбургер. Мне кажется, даже я бы съел, это бугомерский чизбургер, если бы был сильно голоден. Запускайте стартап по вязанию. Мы уже запустили его, первая тестовая группа. Если вы хотите подержать на стартап, пожалуйста, нажмите кнопочку вот тут вот, поддержать канал, да? Или как называется, донейт? Или как называется? Даешь вязомания. 499 кнопочка. Подпишись. Подпишись, да. Станьте нашим подписчиком, поддержите наши стартапы. Так. Вязомания. Ну, кстати, да, у нас был первый стрим по вязомании. Где варфейс? Ой, кстати, варфейс я могу показать. Вот варфейс. Я опоздала на стрим по варфейс. Немножко. Сто подготовилась. Так. Собирались ли мы еще что-то крафтить в прямом эфире, спрашивают. Ну, может быть. Возможно. Вряд ли это будет вязание, не факт. Но что-нибудь покрафтить, в принципе, можно. Так. Паша, что ты думаешь об игре? Ты в ней так долго играешь. Я с удовольствием продолжаю играть. Да? Класс. Но я думаю, вы закруглились. Да, вы можете закругляться, а я продолжаю играть. А, то есть и да? Да. Тебе принести там, не знаю, попить что-нибудь, чтобы ты тут не ловил? Нет, у меня все в порядке. В ближайшую неделю я проведу так. Гоняя вязаного ярни. Гоняя вязаного яр. Окей, гоняя вязаного яр. Вот. Ну, а... Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели замечательных ярни. Что? По-моему, он плосковат. Вы его кормили вообще? Нет. Так это тоже плоский. Это тоже плоский. Это тоже плоский. Просто непонятно, да. Маленький поэтому. Ну, этот вроде тот, который у меня, он пообъемный. А вот, надеюсь, наши уроки вязания, или я не знаю, как это назвать, потому что это, вряд ли, можно связать как-то, можно как-то связать связание. Вот, это просто сборка. Сборка ярни поможет вам, если у вас есть девушка, поможет вам на 14 февраля, например, можете связать такое прекрасное существо. Даже если она не знает про игры, я думаю, ей все равно понравится. Очень миленькая правда штука, да. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра. Потом у нас спросят. Ну, это, конечно, хорошо. А где мой айфон? Да, айфон-то где? Внутри его можно внутрь связать. Какой айфон? Придется тогда испортить ярни. О, слушай, правда, он же тогда будет неплоским. Смотри, можно обвязать вот так вот айфон, и будет айфон ярни. Какой? А сюда можно зарядочку с шнурочком. Просто башка будет большая. Ребят, можете просто накидать идеи, что еще можно спрятать в ярни. Такого интересного. Это помнишь, как была подборка неожиданных подарков, где, знаешь, там, девушке там дали сковородку завернутую, она открывает, а там айфон на самом деле. Ну, знаешь, или наоборот, там коробка из-под айфона открывает, а там чуть-чуть, типа, у нас носки. Нет, фу! Ладно, в общем, мы на этом с вами прощаемся. Если девушки, вы можете себе связать вот такую вот миленькую. Или вот такую вот. Ну, как в магазине прямо. Да, да, да. Это, в общем, большая по 300, маленькая 150. Мы можем по электричке ходить. А еще у нас в комплекте ножницы, там, 50 рублей, проволока, проскогубцы и пряжа. Все отлично. Все вместе продается за 100. Все по 100. В магазине все по 100 завезли ярни. В общем, еще раз спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели. Всем до завтра, счастливо, пока, вяжите своих ярни и не скучайте. Счастливо. Пока. Пока. Продолжение следует...